Сегодня завершился осенний призыв. В Сочи ряды российской армии пополнило на 325 человек. Перед отправкой с призывниками проводят последний инструктаж. Большая часть этих ребят попадет в подразделения военно-воздушных сил. Но прежде они пройдут обучение, распределят их по всему Краснодарскому краю. А уже через несколько месяцев новоиспеченные солдаты с военной специальностью отправятся по воинским частям страны. Но в основном, отмечают в городском военкомате, это будет Южный военный округ. Две тенденции такие очень хорошие, мне радуют. Это первое. Это у нас значительно уменьшилась цифра уклонистов. Могу еще раз привести пример сегодня. То есть, если в 2012 году стояла цифра 800 уклонистов было, то на сегодняшний день около 200. Это уже, понимаете, проделана серьезная работа. Вторая положительная тенденция касается здоровья призывников. Оно у них достаточно крепкое. И идут ребята в армию с позитивом. Волнует лишь адаптация в новых условиях. Но и с этим уверены справиться достаточно быстро. У многих уже есть образование и специальность, что для новобранца немаловажно. Уже хочется уйти поскорее. Раньше уйдешь, раньше придешь. Это год, это недолго. Нужен военный билет. Он все-таки дает некоторые привилегии. И лучше послужить сразу и быть заслуженным военником. С армией на работу нормально можно идти работать. И так, а без армии никуда. На торжественном построении ребятам вручили военные билеты. По традиции благословили и сказали напутственные слова. Берегите себя. Исполняйте свой воинский долг достойно. Чтоб мы, родители, чтоб город, школа, район и соседи гордились вами. Успехов вам! Не обошлось и без материнских слез. Отцы, напротив, готовы к тому, что их сыновья должны отдать долг родине. Мы все прошли через это. Конечно, естественно, приятно, что он будет мужчиной, будет защищать нашу родину. Пожелаем ему всего самого хорошего, успехов в службе. Пускай служит хорошо, будет мужчиной вернется. Мы, естественно, будем ждать его. Воспитывать в юношах патриотизм – это задача многих структур. И работа не прекращается. Но применяют здесь и другие меры. Буквально сегодня несколько дел призывников передано в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. С уклонистами, напоминают в военкомате, разговор короткий. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.